Приветствую вас. Я думаю, что вы несколько путаете, несколько путаете то, что может, к примеру, сделать психолог в контексте того, что вы описываете. То есть, я хочу вам сказать, что психологи не занимаются убеждением других людей в чем-либо. Психологи работают непосредственно с человеком. То есть, вам вот этот момент желательно для себя понять, что психолог работает с тем, с тем, какие проблемы есть у непосредственно вас. Как клиента, допустим. Вот в этом контексте можно и нужно с вами работать. То есть, что для вас такой ребенок. Что для вас ребенок, например, из себя представляет? Что он для вас? Кто он для вас? Почему он вам так важен? К примеру. Вот это то, на что мы можем обратить ваше внимание. И то, с чем мы можем поработать с вами, например. Но мы не можем убедить человека, другого, в том, чего он не хочет. Ведь, если мужчина откровенно говорит вам, что он не готов, значит он не готов. И вы не можете ему, вы не можете его переубедить. Вы не можете заставить человека хотеть того, чего он в принципе не хочет. Вы не можете. Поэтому, с точки зрения психологии, с точки зрения психологии, имеет смысл спросить у вас, почему для вас настолько важно убедить вам одного человека в том, в принципе, что хотите вы. В том, в принципе, что нужно вам. Почему для вас это так важно? Если вы любите, к примеру, своего мужчину, если вы его любите, то, по идее, принять его позицию, которая у него есть. Это то, необходимое, что нужно сделать. Не хочет, но не готов. Если вы оставляете ребенка, если вы решаете его оставить, это ваш собственный выбор, это ваше собственное решение, и это, конечно же, ваше право, но это право и молодого человека, да, не, как бы, нести ответственность за этого ребенка. Вот и все. Так вот, получается, что вы пытаетесь молодого человека переубедить. Вот. Ну, это, на мой взгляд, не самая лучшая позиция, потому что молодой человек чувствует будет, что вы на него давите. Вот. А это, знаете, не добавляет ему какого-то комфорта с вами. Это не добавляет ему какого-то улучшения взаимодействия с вами, опять же. Знаете, какая штука. Вот. Поэтому, мне кажется, что очень важно для вас, вот именно для вас, очень важно определить, почему вы так сильно хотите, чтобы человек авто, ну, чтобы человек принял ребенка. Вот. Вот. Вот это, мне кажется, очень такая важная история, на которую нужно обратить ваше внимание. Самое пристальное и самое важное. Потому что любовь, если это любовь, она все-таки ни в коем случае не подразумевает с того, что вы будете пытаться человеком переубедить в чем-либо, даже если это что-либо является ребенком. Другое дело, если вы, к примеру, боитесь чего-то. Другое дело, если вы, к примеру, опасаетесь чего-то. Другое дело, если вы не чувствуете себя уверенно и, по сути, пытаетесь, к примеру, себя как-то защитить. Вот. Это уже вопрос, связанный с вашей неуверенностью, например, в себе, с вашими сомнениями, например, в себе. Ну, то есть, вот, с какими-то вашими собственными переживаниями, с какими-то вашими собственными, может быть, даже желаниями, которые влияют, которые влияют на то, как вы ведете себя с человеком. Вот это очень важный момент, на мой взгляд, на который вам нужно обратить свое внимание. А то так, молодой человек потеряет, и ребенок будет расти в постоянных нервах, в постоянных каких-то переживаниях, в постоянных сомнениях и прочее, 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 прочее. Вряд ли вам, ребенку, от этого будет лучше. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.